Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня в нашей стране отмечается 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов обратился к жителям республики. Эта дата является одной из самых значимых в истории нашей страны. Именно она стала первым крупным успехом Советской армии на ленинградском направлении в годы Великой Отечественной войны. Вселила ленинградцам и жителям всей страны надежду, укрепила веру в победу. Сегодня мы с благодарностью произносим имена героев операции «Искра», разорвавших блокадное кольцо вокруг Ленинграда. В числе тех, кто героически сражался за освобождение Ленинграда, были и наши земляки, жители Карачева-Черкесии. Мы склоняем головы в память о советских войнах, чьи жизни унесли эти трагические события, кто отдал свою жизнь за ленинградскую землю, за свободу и счастье будущих поколений. Их великий подвиг будет жить вечно. Низкий поклон нашим ветеранам. Вечная слава героям, сказано в обращении главы Карачева-Черкесии Рашиды Тимрезова. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов по итогам встречи с семьями погибших участников СВО провел рабочее совещание с членами правительства с целью оперативного решения проблем, которые были озвучены. Обсудили результаты уже проделанной работы по обращениям. Рашид Тимрезов отметил, что каждая ситуация должна решаться в индивидуальном порядке. Есть и те вопросы, которые касаются не только присутствующих на встрече семей военнослужащих. К этой работе должны быть подключены министерства, подведомственные учреждения, региональное отделение фонда защитники Отечества, муниципальные органы власти. Рашид Тимрезов обратил внимание, это крайне важная работа, она должна находиться на личном контроле. Также на встрече обсудили вопросы поддержки семей защитников Отечества, которые выполняют сегодня задачи в рамках СВО. В частности, затронули тему расширения действующего перечня мер поддержки и вопроса обеспечения социальных гарантий для военнослужащих и членов их семей. В рамках форума ветеранов СВО «Вместе победим» президент России назвал ключевым приоритетом укрепление системы социальных гарантий для героев спецопераций, создание условий для того, чтобы наши бойцы смогли в полной мере реализовать себя в рамках самых разных сферах. Эта задача, поставленная президентом, должна быть максимально эффективно реализована. Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои. Цитата верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Владимира Путина нашла свое воплощение и в адрес нашего земляка, уроженца села Апсуа, участника СВО Нурали Махова. За свой героический подвиг он был удостоен ордена мужества, к сожалению, посмертно. О герои нашего времени в репортаже Фатима Дауровой. Когда президент объявил частичную мобилизацию, Нурали Махову пришла повестка. Не выказав страха и сомнений, поступив как настоящий мужчина, он отправился служить родине в зону СВО. Уходя, не забыл попрощаться с учителями своей школы, а бабушке пообещал, я скоро вернусь. И он вернулся, спустя восемь месяцев, в цинковом гробу. Тогда весть о гибели Нурали Махова потряс в маленький авазинский аул. Полгода прошло с похорон солдата, но боль потери не утихает до сих пор. Говорят, мужчины не плачут, особенно на Кавказе. Но сегодня в актовом зале сельского дома культуры горе не различало людей ни по возрасту, ни по половой принадлежности. Героизм Нурали Махова, проявленный в бою, был отмечен высокой наградой – Орденом Мужества. В торжественной обстановке его вручили семье солдата. Сегодня вы представили государственные награды. Примите наши искренние соболезнования. Ни государственные награды, ни наши соболезнования, к сожалению, не восполнят утрату, которую понесли его родные и близкие. Очень больно смотреть, когда даже мужчины не могут сдержать слов, слез и выходят из этого зала. Вечная память нашему земляпу, нашему герою, который исполнил свой воинский долг. Нурали с первых дней показал себя достойным бойцом, выполняя задачи спецоперации с мужеством, беззаветной храбростью и истинной доблестью. Авиационная бомба не разорвалась, вот она закопалась. Что скажешь, Нурали? Тяжело было. Позиции, позиции. Покажи, что позиции. Позиции вот, 15 метров, где человек сидит. Первый самолет, когда сбили, я еще как-то думал, второй сейчас пойдет. Когда во второй мы промахнулись, я думал, там крышка. Но повезло, что она не взорвалась. Спустя несколько дней после этого видео, при выполнении очередного задания в июне прошлого года, Нурали Махов героически погиб, заслоняя с собой своих боевых товарищей. На ладони у отца героя Ахмеда Махова блестит орден мужества, коему достался его сын за самоотверженность, мужество и отвагу. Сложно сказать, что сейчас творится в душе у родителя, потерявшего своего ребенка. Но в глазах отца, сквозь боль утраты, искрится и гордость за своего сына. Сегодня один из самых тяжелых дней в моей жизни. Я очень горжусь своим сыном, его мужеством. Родителям, чьи дети находятся сегодня на СВО, я хочу пожелать одного, чтобы все вернулись живые и здоровые. В этом сюжете представлена подлинная история мужества и героизма Нурали Махова. Его дополнит творчество моего коллеги, журналиста и поэта Артура Мхце, который в лирической форме отобразил подвиг героя по просьбе матери. Он прислал мне фотографию, на которой она вместе с младшим сыном сидят и смотрят на парня, на того, кто будет держать в руках эту фотографию. И она сказала, что это все, что у нее осталось от ее сына Нурика. Я хочу прочитать это стихотворение сейчас. Времевский выступ. Четыре утра. Клеят угли от ночного костра. Фото в руке, будто мать на мгновение рядышком села поднять настроение. Важно сейчас удержать высоту. Там и поддержка прибудет к посту. Мысленно, что он навещает просторы, где все знакомо, поля, реки, горы. Брошены силы, чтоб выступ отсечь. Против бойцов вдвинул огненный смерч. Новый прилет и в бригаде потери. Но отстояли. Никто в них не верил. Снимок на вспоротой почве лежит. Миг оборвал связь. Лишь память хранит. Сердце одно вдруг забилось в тревоге. Женщину к сыну несли скорее ноги. В лучшую вера была до конца. Как ей не видеть родного лица? Горе, но твердости духа печать. Мужеством воина. Гордая мать. Фатима Даурова, Виктория Карпенко. Вести Карачаева, Черкесия. Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды будет продлен до 2030 года. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале. Такое решение озвучил президент России на церемонии вручения Всероссийской премии служения в рамках муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Наш национальный лидер подчеркнул, что многие полезные начинания разработаны именно благодаря данному конкурсу, который продлится с 2018 года и включен в федеральный проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Карачаева-Черкесия всегда принимает активное участие в конкурсе и уже трижды становилась его победителем. Так, благодаря победе уже благоустроен зеленый остров в Карачаевске, а центральный парк Ужджугуты на финишной прямой. В 2024 году будет реализован еще и проект по благоустройству малого пруда в парке культуры отдыха «Зеленый остров Черкеска». Помимо этого, в республике продолжится работа по благоустройству общественных территорий, непосредственное участие в которой принимают сами жители путем онлайн-голосования. В 2023 году благоустроены 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 населенных пунктах. В этом году также пройдет голосование с 15 марта по 30 апреля. Жителям предстоит выбрать общественные территории в Черкесске, Карачаевске, Ось-Джигуте, Тиберде и Медногорском. Рашид Тимрезов призвал всех принять участие и самим выбрать, какой именно будет объект обновлен. Многое предстоит сделать. Но многие хорошие, полезные и начинальные были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный 6-11 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью 0-5, днем до плюс 12, в горах до плюс 6, ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2, минус 4, а днем 9-11 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В читальном зале Качагу имени Умара Лива прошел литературный вечер, посвященный 85-летию поэта, заслуженного деятеля культуры Карачаева-Черкесии, переводчика поэзии Амара Хаяма на карачаевский язык Альберта Бачаева. Поздравили виновника торжества, представители рода Бачаевых, известные общественные деятели. Подробнее Алихан Лепшоков. Он является автором трех книг, куда входят более 1600 переводов Амара Хаяма на карачаевский язык. Поэт Альберт Бачаев более 50 лет отдал изучению творчества этого всемирно известного персидского литератора. Литературный вечер был организован членами кафедры Карачаева-Балкарской и Ногайской филологии Качагуу. Представители рода Бачаевых поздравили юбиляра и вручили ему памятные подарки. Важно отметить, что больше 40 лет Альберт Нусаевич посвятил горному туризму. Собравшись, отмечали, что его переводы Амар Хаяма так чудесно передают глубину поэтических образов, сохраняя мудрость и самобытное великолепие. Образы, которые можно записать, какие у нас должны быть традиции, обычаи. Все то, что накоплено в течение тысячелетий нашим народом, которое стало достоянием сегодня для нас, в том числе и через Альберта Нусаевича. Через Альберта Нусаевича наша культура вошла в мировую культуру. Мы являемся частью этого мирового сообщества. Альберта Нусаевича, огромное спасибо вам. После всех поздравлений студенты Качагу прочитали стихи и поэтические переводы Альберта Бачаева. Альханеп Шоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В ночь с 18 на 19 января православные отмечают крещение Господне. Сегодня крещенский сочельник. Сегодня утром в православных храмах республики прошли праздничные богослужения, после которых духовенство по традиции осветило воду. По преданию, крещенская вода после молитвы приобретает целебные свойства, а также прекрасно сохраняется на протяжении длительного времени. В этот день христиане вспоминают евангельское событие, крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявление. Широко известен обычай купаться в проруби. Крещенские купания в республиканской столице проходят сегодня на Зеленом острове Черкеска. Там организована купель и дежурство сотрудников МЧС, скорой помощи и других служб. Это великая агиасма, великая святыня, которая дарована нам от Господа. И мы, соответственно, должны к ней благоговейно относиться. Мы по традиции храним эту воду в течение всего года. Этой водой можно пользоваться для крапления, для помазывания, для того, что можно взять обыкновенную воду, добавить туда, и она тоже будет святая вода. И этой водой мы можем с вами поделиться. Но можем поделиться только с теми, кто понимает, что это такое и зачем это. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»